Как нас учил Илья Ильич, новый музыкант, как общался в теории музыки, что существует основной тон. Здесь-то его не видно. Должна быть струна. Гитара, представляете? Вот гринкаешь, пусть басовая строна, но с глинкой, положил на пятый лад парисю чуть-чуть. Абертоник начинает. И нам рассказывали, что, вы знаете, вот целая часть, она бьется половиной, а не вот третями, четвертыми, пятыми, шестыми и так дальше, по натуральному абертональному ряду. И начинаешь думать, а как же так получается, что она сейчас вот так вот колышется, а потом вот так, вот так, вот так, вот так и так дальше, какая-то большая эмоция. А я это глотал, ну, просто так сказано, надо было выучить билет, и на это я от него отвечал, и был уверен, что это так. А суть немножко другое, с другой стороны. Голос, он хорош, качественный, такой, который слышат на расстоянии. Когда в метро, в метро такое не бывает, в электричках, что-нибудь продают, сейчас микрофоны есть, а микрофонов не было. И вот одного хорошо слышно, а другого вообще не вспыхать. Почему? Тренировка за счет чего? За счет того, что он голос и слышит некий обертон. Он натаскан на ощущение этого обертона, и он пробивает все. Это такая ситуация. Когда обертон ярко выражено, но чуть-чуть с другим знаком, ну, если в таком месте сказать. Он есть, это здорово. К этому идут очень многие, и у тебя это уже готово. Понимаешь? И картинка как бы с двух сторон. Если надо воспитать этот обертон, то получается, от этой струны какую часть я должен выщипать, чтобы услышать обертон? Ну, это какой-то бред. И Борис Васильевич Жилаков предложил такую интересную форму. Ребята, попробуйте иначе рассмотреть. Лавина с маленького камушка. И закручивается. И в итоге запускается мельчайший обертон, который проще всего запустить. Если связки иметь в виду, то самые краешки работают. Потом запускается раз, но это быстро по времени. И возникает конечный звук. Обратная ситуация по струне. То есть физики берут из целого, нарезают. Как это? Из общего, частного. Да, частного. А тут, получается, наоборот. Частного поймали, возникло общее. Надо посмотреть, как лавина сходит. Может, та же так сходит? Ну да. Как бы суть примерно такая. Как он поймал такую вещь. На одном из конкурсов, когда я эту штуку практиковал с девчонками, и мы включались, для ничехор, мы включались с ними в тему таким образом. Я бы задавал звук. И в лавине остаточное состояние. Потому что если бить его... Ну, у меня он уже сам включается. Раньше так не было. Раньше он просто издай сбоку. Этот? Ну да. О! Но в конце она начинает выходить и начинает отзвистеть. Да, да. Слышали, да? Я думал, как создать унисон? Там 30-25 человек, девчонок, которые пришли с разным абсолютно, от разных мам, в одно сборище. Чем? Как? И вот задаешь команду. И возникает интересный прецедент. Я не усиливаю... Твоя ситуация. Я не вкладываю 200, где можно положить 50. Понимаешь? Я просто изыскиваю тот момент, как бы, акустический, чтобы он начнул работать. Чтобы резонанс был. По физическим законам. Да, да. Пусть так. Пусть так. Просто... Сейчас как бы не в словах хочу это обречь, да? Да. А вот саму картинку. И когда получается? Сейчас смотри. И 13 шел так. Я на хвост наступаешь, и друг друга слушаем, слушаем, слушаем. А вы со стороны слышите такую вещь. Когда наша готовность совпадет. Что получится? Я потом свои ощущения расскажу. Они на свои, а вы то, что услышите. вänэк , 6 всего степени. Моэрлл Char elкл Ближе к химии Услышали в конце, когда звуки сошлись, биение было? Я бы сказала, что это была какая-то труба Это ощущение трубы Ты когда-то сказала, что вспышки Как вспышки Это у тебя в ушах Ощущение трубы У нас связки есть У меня и в этой связке Два человека построить качественное Как бы одно целое Очень сложно Три идеально Почему-то тройственность позволяет вплести И получается такая интересная штука Записи Когда хор По-старому записывали на акустический микрофон На студии мелодия В какой-то церкви это помещалось Давно, в 90-е годы И девчонок солисток У кого были сильные голоса Это 10-е, 9-е классы Невозможно было Там одна девочка поет вроде не сильно Но это ми, ре А бертон В четвертой октаве Режет все Сопранно на верху поет ля Высокую ноту А это бертон Поет им ля бемоль И фальш Черт Первые Вы почему так фальшиво поете? Они Ни сон, ни дух Они не знают Что это такое Ну Пять фальшиво знают А это акустическая хрень Почему? У девочки Которая Попадала туда Это был некий зажим Который автоматически Автоматически Включал Эту штуку Мы сейчас Попробуем сейчас сделать так Вот труба Это интересная констанция Потому что И в мужском варианте Мы сейчас тоже попробуем сделать Это Тот ресурс Который будет связывать вас Ну С тем Вы Который Вокруг С Сверх Сверх Ну как угодно Это можно выстроить Вот для меня модель Вот когда Начинаете Вот Как вам удобно Слева направо С права налево Вот точка 0 если Да Рождение Ты 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 Уход Рождение Уход Да Понимаете То есть Воплощения они идут не какой-то последовательности Если представить это линейно Оно выглядит так А представьте это Вот таким вот образом Тогда ситуация в дежавю Для вас однозначно Регулярно Я бы сказала Да И вы видите только точку И в этой точке все Весь объем Все ваше будущее Все ваше прошлое Вы это уже сразу Фиксируете И вот в это состояние Будет труба Точно сейчас Она может быть В этом качестве Наверху Но это мне проще Как бы Ну Тема вот заявленная Женской ситуации Это моя Мне надо ее Через эту прокачать Ну без смысла Я ее через эту прокачиваю Можно это сделать В качественном варианте Она будет еще в Париже Это специалист будет Моей На штуках Очень здорово получается Три Да Давай задавай звук Нет Суй вверх Хорошо 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 Вы встречаете меня вместе, хорошо? Чуть-чуть другой то он поет? Чуть-чуть другой. И вот ситуация как бы гармонии, да? Цельности. И совершенно неважно, даже если ты будешь петь тот же самый тон, у нас четыре, это не унесло. Три унесло. Или много. У меня только с двумя девчонками в Риминске получалось так, когда мы начинали друг другу совпадать, звук, он становился не больше, он становился меньше. Но вот звучит А когда они точно-точно слышат, они сливаются и он... Как будто один человек. Абсолютно. Вот эти две женщины, которые на голосе пели, они пели как один человек. Вот которые ушли. Заметьте. Гласный строится очень неравноценно. Гласный А, который мы привыки, который позволяет кровать рот, он с римки. Групной У, языковой ЛИ. Эй, ЛИ в ту сторону, ОУ в эту сторону. ОУ выводят как-то сюда звуки, получается. Эй, маскируют опять что-то. Но гласный У, он ещё ответственный вот за ту штуку. Ну, как это называется? Чакра, да? Угу. Такая лобовь. Эта штука. И поэтому, что бы вы ни делали, гласный У очень чётко собирает, вот, энергофокусирует здесь. И, как я звучу здесь, я звучу. Ну, как бы это слышится? А, вот это открываем, вот такой маленький спину. С кем мы пели, да? А пой, как если бы… Как у меня? Как если бы, чтобы это было не… не читалось, как А. Потому что А читается как речевая модельна, да. Зеверно гуглее. Зеверно как «вмммм». Что бы звучало. И тогда ты включаешь поток. И тогда ты начинаешь соединять, открываться. Руки. Еще раз. Звук с утюгами. Раз. И внизу ещё. Да, и внизу. И причём и внизу. Такая штука. То есть такая занятная связь образуется. Когда ты начинаешь слышать себя не в плане просто перед озвучиванием чего-то, а в плане ты вот такой. Вот ты здесь находишься, но ты раздвигаешься. Ну вот это то, что мы сейчас как бы делали. Это как бы каким образом через определённые вот эти фоксовые вещи можно пройти к своим собственным источникам мерки вот этих столбик тому самому. А ещё я хотела, прошу, чтобы ты прокомментировала разминку, когда мы делаем вот эти вот длинные, эти самые. Мы проходим через все регистры, которые у человека включаются. Они служат для разных целей. И тоже понимая, как бы, какая у тебя задача, ты можешь использовать разные регистры. По пианино. По пианино представляю. Значит, вправо высокие звуки. Женские, левые, местные, мужские. Когда мы начинаем изначально давать разбег голосовой, мы идём от самого ремента по скрип, получается. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Когда курло боится, хочется это поскрипит. Конечно, конечно. Как раз отёк снимается. Так что надо скрипить. Значит, вот эти штуки, когда петь надо, а нечем, ну, петь говорить, и мы с вами проговорили, да? Вот ситуация, в которой... Друзья, цветы на свои не бывают, в неделях на зонке, там, ну, какие-то, да, да. Вот этот товарищ... Как его? Я абсолютно забываю. Но... Разве? Нет. Дон раздумает. Синкевич. Синкевич, да. У него был скрипучий хвост. Вот это потрясающе. Вот это состояние, которое вводит женщину в стаз. Причём, когда вы на этом не просто доплыли, а когда ещё тембр звучит. Не звучит. Не Синкевич. Ну, Синкевич там повыше был малёха. То есть там ещё тембральный окрас очень красивый. Это модель, модель расслабления. Модель, когда славки работают друг от друга, трутся в краешку и выбрасывают напряжение. Та же самая настройка наверху. Связки трутся к краешку, практически как бы, да? Выбрасывая ее до ближайка, это массаж. Воздушники. Когда мы делаем ход от скрипра. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так можно выше, мы просто соединяем состояние Мужских энергий, женских перетеканий, не всегда это однозначно. То есть иногда можно действительно прозвучать там наверху вот этим усилием. Или можно здесь очень эластичным, мягким тембр, которым ты знаешь, там, пропадочек, кроме того, не важно. Мягким, бархатым. Уходя там вверх — всё, понимаете? Куда девать, да? То есть получается такая вот обманка, переворот. И в этой связи можно вот на этих ходах чётко спроецировать, где, в чём ты пришла в мир, да? В юбке и брюках. В чём ты можешь звучать? Да, перевёрт наше «всегда» существо. Потому что вы живёте вдвоём. Всегда. Вы всегда. Ну, повезёт. Но я к тому говорю, что обмены всегда — это партнер. Всегда. И даже если двое мужчин, у одного одновременируют женского, а у другого — мужского. Понятно. Всегда. Иначе обмены не звучат. Иначе нет ситуации для разговора. Понятно. И вот эта вещь, когда вы начинаете перетекать, вы смотрите, а где я звучу? В мужском? А точнее, а для кого я сейчас работаю? В мужском? А точнее, а он меня услышит, если я буду работать в мужском? А ещё точнее, я хочу донести до него, до этого человека, в каком он состоянии? Как я должен к нему это донести? В каком он, в каком должен быть я? Подстройка. Подстройка. И вот эта вот ситуация подстройки, она достаточно важна, потому что если человек пустой, не в плане, что у него нет энергии, а в плане, что он себя как-то обесточит. Бывает такое. Бывает, когда у тебя не просто нет сил, а вообще никто, люди разные. С некоторым вообще всегда приедут. И тогда мы с тобой такое время. И это по голосу очень слышно. Если тебе в юбке работаешь, ну как бы не получается так, к сожалению, работать постоянно в женском. Потому что ситуация требует принимать решение, ситуация требует некой активности, мужские качества. Но должно же быть в парадолисе, где ты себя в женском будешь передать? Это не только постель. То есть ситуация постель, она вообще, может быть, опять напротив перевернута. И тогда где ты можешь быть в женском системе? Что показывает голос? Ты течешь в этом качестве или ты стонешь, там, вопишь, не знаю. Ну, не совсем от радости получается. И вот эту корзинку в голосе можно четко услышать, понять. Да. Я могу это решить. Ну, как бы без позерства, без всяких там... Не хватает сил. Почему? Куда делись? Звучит? Ага. Да, я звучу. Все отлично. Я собрался. Но это модель, которая позволяет от мягкого... Что-то да откликнется для тебя. На какой-то волне ты окажешься. И что-то для тебя будет вот таким неким компенсатором. То есть, по сути, мы говорим о собрании человека внутри интегральной цели. Проблема, которая, с нашей точки зрения, основная, вообще, которую надо лечить со всякими стрессами и прочим, да? А чем мы занимаются те, кто лечит вообще... Я уже полно доморочек и психологов, и психологов, и физиологов, и целые огромные отрасли бизнеса на этом стоят, да? Они все вычленяют проблемы. Они помогают вам вычленять проблемы. Они вместе с вами вычленяют ваши проблемы. Они, по ходу дела, еще и создают вам дополнительно, если это, например, классическая медицинка. Но они не начинают к самому главному. Потому что, на самом деле, прежде чем начинать, там, выходить у себя точки проблемы заживания плоти, для начала нужно ощутить себя целостно, осознать интегральность. Если что-то попадает, то это что-то надо перевести обратно в баланс. Вот эти вот разминки голосовые, вот это вот прохождение всего своего звукового ряда. Без бупендрежа относительно того, что я мальчик, я не должен наверху петь. Без бупендрежа, на тем того, что я на высоких публичках, я не могу внизу звучать. Брея. У каждого человека есть мужской и женский. И ты должен вот это вот у себя тренировать для того, чтобы находить нужную компенсацию. С одной стороны, находить нужную компенсацию для себя. С другой стороны, как мы вот на следующем уже посмотрим, использовать вот эти вот разные регистры, да, официально это называется регистрами, да, то есть есть условно скрипт, есть грудной регистр, есть пальцет, есть свисток, который мы тут слышали в воздухе, да. Вот, используют разные регистры для того, чтобы отладить то или иное нужное нам барное взаимодействие. Но первое, о чем мы сейчас говорим, это целостность самого себя. Начинать все равно в любом случае надо без себя. Сначала ты, потом отношения, компании, общности, бизнес, что такое прочее. Вот, и сейчас, чтобы закруглить эту тему, мы то же самое, что с голосом, делаем на уровне тела. Так, значит, давайте я тогда выключу. Да, всех укрыть, чтобы нормально было. Ножки особенно, может, закутайте. Стоп, стоп, закутайте. Вот, сама по себе вещь приятная, но изменяются обменные процессы в теле, замедление в теле. Это уже я вас обучаю общему расслаблению, да, и как раз о работе с луками. Вот, техника называется дыхание частями тела. Вот, я беру определенные мышцы на части тела, а вообще можно использовать вообще, ну, для любой точки вашего тела. Итак, голова пустая. Все, все тревоги, все заботы, как будто бы вы убрали за пределы учения. Сейчас только вы, ваше тело, в состоянии. Лук, инвес. Все виды ощущений, которые вам достают. Серх.. С?.. Нежунова. Нежунова. Смерть.. Объем.. Температура. Сейчас сканируется всё своё состояние, телевизор. После этого, фокус своего внимания вы направляете на стул. Почувствуйте левую стампу и правую. Всё, что можете ощутить – состояние импульсов. Всё, что можете ощутить – чувствовать. Нужно прочувствовать разницу между левой и правой стопой. И после этого, как будто бы вы стопы открыли. Ваши стопы будут дышать. И при выдохе вы убираете из себя. Истинные, истинные, истинные психики. Всё, что мешает вам жить, развиваться. Истинные, истинные психики. Это может быть отработанная вами программа. Других людей в отношении вас. Истинные психики. Истинные психики. И после этого сам Бог, вы как будто бы из пространства, из мира убираете в себя. Нервы, радость, неверность, сильность. И распространяется на всю тему, вобрали и заполнили всю тему, отслеживая там, где не проходит, где не заполняется. Серьёзно. Перенатавьте эту энергию, вот что в вызове. Да, специально как раз скачал, даже какой-то гумус появился, говорить стал уже громче. Скоро споём, да. Вы, допустим, выбираете, вы проводите, смотрите. Ага, вот здесь застряло, к примеру. Значит, там блок. То есть перестали чувствовать. Там блоки. Там можно отследить вообще, что происходит. Спустя какое-то время вы развиваете хорошо телесное осознавание. Если развитое телесное осознавание хорошо, это уже вы начинаете замечать то, что никогда не замечают. И замечаете, что, ну, по сути видите вещи, где фальш, а где, ну вот, и читаются уже другие люди тоже. Потому что от тела идёт сигнала, да, нет, не знаю, вы как себя чувствуете, вы начинаете чувствовать другого человека. Мы сейчас не распеваемся. Вот какие вы есть. Невысокую песню, ту нашу, вторую. Начнём с той из базы, которая там была. Ну, я думаю, будет достаточно сегодня. А потом выслать вдвоём твою песню. И мы споём, я сейчас схитрю, позже скажу, как. По лаской плюшевого пледа, В чьё прошни вызываю сон, Что это была чья победа, Кто побеждён, Кто побеждён, Кто побеждён. Всё передумываю снова, Всень перемучиваю снова, В том, для чего не знаю слова. Катюш, Сейчас гласным обозначь, Чтобы это не была у тебя речевая. Да, староговорочка? Гласный пройди. Гласный. Ребят, смотрите на неё. Теперь так. В том, для чего не знаю слова. Былай любовь. В том, для чего не знаю слова. Былай любовь. И проблем нет. Понимаешь? Вот опять же, эта штука, Для тебя это центр. Вот он у меня и схован. Как только он у себя открывается, Здесь никаких проблем нет. Всё начинает течь. Отлично. Спасибо. Как ярко светит Послевое солнце Лучами алыми Мира заряя. Привет прощами шлёт, Нас покидая. Как ярко светит После бури солнце. Я знаю солнце Светлее ещё. И это солнце Счастье моё. Одна ты, о, дорогая. Одна ты, солнышко моё. Гениально. Сколько воды? Полстаканчика. Больше половины. Больше половины. Значит, ты оптимист. А ты будешь петь пессимистом. Строчки делим таким образом. Катя. Как ярко светит После бури солнце Стоп. Лучами алыми Всё оживляет Озаряя. Да? Пополам делим. И вот попытайтесь выдержать состояние. Два разных состояния. Чего? Восторг. Там не надо. Сейчас вот ситуацию внизу. Реши. Пой глазами. Звуки не нужны. Вот просто Твоя ситуация Держать вот другую марку. Проект ВО. Да? Вообще разве это проект? ВО. Нет. Попытайтесь вот это сделать. Ну что Рада? Да, Рада? Свою тему. Как... Нет. Как... Как ярко светит После бури солнце Что вы учили, да? Поставайте. Наизусть можете? Чудесно. Каша. Ты со своей точки зрения Вот Валя Это главный директор Да? Ты им расскажешь Все прелести этого проекта А ты Вот так берешь и И так услышишь То это все футня И вот Друг друга Вот так вот позиционируете Без грубости В смысле без грубости Уговаривай Уговаривай Как ярко светит Глаза смотри И солнце Теперь меняемся Ты и оптимист Я знаю Начинаем Я знаю Солнце Светли еще И это солнце Счастье мое Одна ты, о дорогая Одна ты, солнышко мое Катя, и ты говоришь Вот одна ты солнышко И вот Представляете, вот Мне с ним приходится Да Одна ты, солнышко мое И повтор Я знаю Солнце В период оказывает В глаза смотри Нет, ты не права И Я знаю Солнце Еще Светли И это Солнце Счастье И это Счастье мое Одна ты, о дорогая Одна ты, солнышко мое Молодцы Все равно в конце как бы приблизились Ну понятно Теперь Пробуйте сыграть Подыграй то, что он задаст Твои вторые Твои все вторые ответы Разные пой Поешь пессимиста Катя, отвечай в пессимист Поешь оптимизм Отвечай Да Попробуй его поддержать Что бы он не изобразил Хорошо Партнер первый раз на переговорах Ему надо помочь То есть Какой ты хочешь в манере Ты такой поешь А я тебе просто обещаю в той же Поем мне песню, да? Пойдем в состояние Сначала сам Как ярко светит После бури солнце Лучами алыми Мира заяя Привет прощальный шлет Нас покидая Как ярко светит После бури солнце Я знаю солнце Светлее еще И во солнце Счастье я Одна ты, о, дорогая Одна ты, солнышка моя А, все же теперь испытывай Я знаю Я знаю Я знаю Не подглядывай Глаза смотри Я знаю солнце Еще светлей Это солнце Счастье моё Отвечай достойно Одна ты, о, дорогая Ладно Одна ты, солнышка моя Катюша, не ведись Не ведись Ну он же так поет и я Я не про то Он тебя чуть-чуть по-другому Заводит поводу А ты начинаешь Это делать, понимаешь? Вы держите четко картинку Отыгрывай ему как партнер Теперь начни ты Отчитывай Значит, из прошлого доклада Было не ясно вот это Вот это где? Гудофонды Как ярко светит После бури солнце Лучами Алыми Нас озаряя Привет Прощадей Живет Нас Прокидая Как ярко светит После бури солнце Я знаю Солнце Святыше И это солнце Счастье моё Пригласи её на Карибы Одна ты Как это его слова? Нет, это мои слова Я знаю, знаю Одна ты Билет, билет, билет Билет на два лица В тебя, правильно? Одна ты Доставай билеты А если я не пою? А ты не важно Одна ты, о, дорогая Одна ты, жёлушка моё Да Правильно Вот так модели-то и строятся По сути То есть с чем человек приходит Ты его ловишь И отыгрываешь эту модель Какая-то в звуках Сейчас мы немножко пошутили По этому поводу А по сути так оно и получается То есть ты поёшь про своё А ты говоришь про своё И не складывается И песни нет А переговоры должны пройти Спасибо, вы молодцы Ну вы знаете, я бы сказал так Если можно в целом Про вот эту неделю Вот, к сожалению, меня из этой недели два дня не было Так сказать И когда я, честно говоря, не очень знал, что здесь будет происходить Там мне, может, так сказать, это я сам не очень выяснил Может, Саша у меня, так сказать, ну какие-то голосовые кусы Я как раз вот видел фрагментик где-то в интернете по видео Где зайчик, так сказать, там что-то такое там в огороде там, так сказать Вот это, ну и там несколько человек Я даже не знал, что будет, так сказать, индивидуальные занятия И когда мне Саша сказал, что ну да, вот в конце недели, в субботу будет у нас, так сказать, общий сбор И ты будешь песню петь Я, так сказать, никогда вокалом так вот не занимался Только обычно в машине пою, так сказать, и всё И когда он мне сказал петь, я говорю, я не готов Он говорит, ну да, сегодня понедельник, как в субботе Я вообще как бы морально, вот честно говоря, это определённое такой Ну я, так сказать, как-то больше, если и пел, то это что-то такое Пародийное, под караоке такая игра, какие-то шутки, дразнилки какие-то были Такой вариант плохого, значит, Галкина, вот И как-то, ну в очень узком кругу это там, так сказать, что-то И поэтому мне как-то было это удивительно, что я буду перед кем-то петь И так это интересно И, в общем, ну, в общем, что-то получилось И какие-то свои новые возможности я, ну, так сказать, там Несмотря на два дня отсутствия Вот, тем не менее, что-то, ну, в общем, так сказать, получилось И я результатом доволен Вот И, ну, как-то надо в себе это будет зафиксировать, что-то запомнить И даже на уровне голоса какая-то настройка Безусловно, даже на настроение, вот, так сказать, тут говорилось о переговорах И, безусловно, когда, ну, даже просто в режиме обычного разговора Когда как-то тамбрально себя там немножко, так сказать, настроил Другое ощущение даже от своего голоса и от разговора с людьми Вот Я, ну, так, так сказать, последний год сложилось, что у меня там сейчас фирмы нет Я такой свободный ремесленник И, в общем, тут каких-то глобальных у меня проектов нет Но, тем не менее, какие-то там минимальные переговоры проходят И, ну, вот, это, допустим, заведомо мне помогает просто вот с людьми Особенно когда, допустим, в конце дня уже устал Какая-то, так сказать, совсем с энергией плохо И я чувствую голос какой-то, вот, ну, совершенно какой-то чужой В моём понимании Всё-таки тут что-то начинаешь подключать Там, опять же, мне ещё пока трудно разобраться, что там внутри происходит Но вот, как бы управляешь чем-то И, так сказать, свой голос начинает устраивать больше Я не знал, чем я тут буду заниматься Но я первый вопрос Александра В общем, выбил из колеи сразу Чего надо-то, да? Да не знаю, чего надо С учётом того, что я вокалом никогда не занимался И, в принципе, не пел, да, особо Ну, так, опять же, в машине разве, чтобы мурлыкать Я не до конца представлял, что же мне точно нам нужно Я шёл с одной целью, чтобы немножко, как бы, поставить голос, что называется Поскольку, занимаясь традицией, да, я работаю на круг из сотни человек, да И, вот, Марина хорошо представляет, что это такое Когда сто из лишних человек стоят вокруг и ждут от тебя чего-то, да То есть, ну, нужно каким-то образом владеть этим голосом И я уж не говорю о другом, да, о другом аспекте этого вопроса Поэтому я ждал вот этого И, на самом деле, в первые же 15 минут, наверное, нашего занятия первого Александр Сунов меня так зацепит, что мне стало интересно Я захотел петь И, собственно говоря, на второе занятие уже как на крыльях сюда летел То есть, мне хотелось, я там уже бросил работу С него и позвонил, попросил там поменять время И у меня даже вопрос возникло Ты пораньше? Окей, пораньше, значит Всё, и прибежал, прилетел То есть, ну вот, к сожалению, конечно, вот этот когнитивный диссонанс остался от того, что сегодня мне удалось в полной мере поработать, да Но, честно говоря, я снимаю шляпу, да То есть, не ожидал такого, не ожидал Так что вот такой эффект будет Да, то сегодня ты увидел, как другие эффекты работают, действительно Я с утра шептала, сейчас разговариваю тоже смотреть Да, я уже заговорил, да, и вот хотел как раз к этому перейти То есть, всё то, что мы делали сегодня, совершенно точно буду делать, продолжать делать, продолжать заниматься этим Вот эта вот практика дыхания, вообще-то что-то, да То есть, я до сих пор вот подбрасываю Ну, я явно переехал немножко, да Был поднабрался, да Видимо, мне действительно не хватало, я был голодный, да И вот, однозначно, я этим буду продолжать заниматься И хотелось бы, ну, честно говоря, со всеми хотелось бы контакт держать и дальше, да То есть, на этом не заканчивать Ну, у меня, наверное, всё было немножко по-другому Я примерно представляла, что, скорее всего, мы будем петь И, скорее всего, этот мир мне, в общем-то, Миша, я его очень подробно расспрашивала, что за индивидуальные занятия Поэтому, когда я пришла, была готова к тому, что я буду петь И поскольку я когда-то очень давно пела, а потом в какой-то ужасный момент из моей жизни это всё исчезло вообще Я всегда себя ощущала, ну, несколько, так скажем, как рыбы, которая внезапно потеряла голос Ну, вот рыбы, они же тоже говорят Вот рыба, которая потеряла голос, больше уже не поёт Или птичка, которая потеряла голос, уже больше не поёт И, в общем-то, когда я пришла сюда, и мне Саша сказал, что придётся петь на концерте А человек, который привык преодолевать собственные, так скажем, комплексы проблем, сказал, споём Ничего страшного, даже если будет что-то не так, всё равно споём Потому что преодоление себя – это некая уже такая общая черта, которая у меня есть, привычка Но дело в том, что я испытала действительно большое удовольствие от занятий В общем-то, я давно искала то, что во мне откроет меня То есть более мягкую, более женственную, совсем другую, чем я, в общем, там, где я работаю Там мне приходится быть достаточно жёсткой, с мужчинами, в общем-то, конкурировать, я бы даже так сказала, на одном поле А мне всегда в этом плане не хватало женственности, мягкости Потому что мне хотелось, чтобы увидели вам не такого жёсткого руководителя проекта, а именно... Знаете, работают в банке в СП-24, причём не просто, а как бы... У нас самых жёстких ролей Да, и поэтому мне приходится, как бы, быть достаточно такой твёрдой А мне всегда хотелось бы, чтобы при всём при том чувство юмора, там, всё, внешность, всё-всё существует И, в принципе, я женщина, женщина Вот Хотелось, конечно, больше этой женственности Как оказалось, в вокале Вот Я не вот в тех нотах вообще Я вот совершенно в других нотах Вот здесь, между ними, при переходе сипа Вы сегодня его слышали прекрасно, да? И вот этот сип я хочу, конечно, убрать его в дальнейшем И хочу, конечно, перейти вот на тот уровень, более мягкий и нежный, который, на самом-то деле, мне присущ По всей видимости Как выяснилось, всё-таки он есть Вот эта женская текучесть Я хочу её в себе, так скажем, возродить Потому что я думаю, что она, на самом-то деле, есть внутри Так что мне эти занятия дали не профессиональный уровень какой-то И не то, что я где-то буду в профессии, может быть, использовать, да? А, скорее, даже в личной В ослаблении, мягкости То, что мне как раз не хватает Воды, текучести Гармонии Гармонии, да Цельности В связи с этим Спасибо, ребята! 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 Спасибо, ребята!